Ребята, всем привет! Вы на канале Bon Appetit! С вами Энди, Толе, Егор и сегодня у нас новая рубрика. Сегодня мы будем играть в фудпонг. Смысл задания в чем? У нас у каждого есть шарик для пинг-понга. Мы должны будем попасть в один из 15 стаканчиков. В каждом из них есть свой соус. Мы должны будем попробовать этот соус. И на каждом стаканчике нарисован номер. Здесь нарисованы цифры с заданием, и мы должны будем их выполнить. Тот, кто наберет больше всего очков, получит приз в 1000 долларов. Я думаю, что игра будет очень напряженной за такой-то приз. Вот, поэтому мы прямо сейчас начнем. Так, ну что, разыграем, кто у нас будет первым начинать. Кто победит, тот начинает первым. Давайте. Раз, два, три. Я первый. Егор, ты последний. Так. Я завершающий, я завершающий. Еще один у нас. Наши правила мы закидываем в стакан с отскоком от стола. Это нами придуманные правила. Удачный номер. И это у меня. Как резко дает сразу. О, да, это табаско. А как ты налила туда столько? Ну, вот так вот, скорее всего. Ну, как? Мне достался номер. Два. Двенадцать. Ой, двенадцать. И еще один нюанс, что номера с двенадцати до пятнадцати у нас без заданий. С одиннадцати, Толя, с одиннадцати. Ой, с одиннадцати, простите. Как ты собрался выигрывать тысячи долларов? И мне достался очень острый табаско. Беру картошку. Я возьму даже две, позволю себе. Макну посильнее. Блин, зато ты не выполняешь ничего, да. Макни нормально, по душе. Есть, я выполнил. Так, следующий кидает Энди. Ты вообще что? Только подальше. А, что это? Сейчас, стой. Подальше. В смысле? Что это значит? Сейчас, что это значит? Почему все понимают, а я ни века не понял? Мне такое ощущение, как будто что-то томатное. А, я знаю, это кабачковая икра. Класс, класс. Нет. Я понял. Нет, конечно. Лева. Может, ты не понял. Блин, ну сейчас что-то будет еще делать. Так, а теперь мы смотрим, что делает номер 6. Опа, я вижу, там что-то написано. Водки. О, блин, ну ты изи вообще. Выпить 50 грамм водки с локтя. Йод. Мне страшно. Сейчас будет что-то опасное. Я предлагаю тебе попасть в номер 3. Дальше тоже так будет так просто. Да-да-да. Это номер 5. Это означает, что мне нужно будет делать какое-то задание. Это варенье? Мне кажется, это варенье. Да? Да, это варенье. Блин, прикольно. Вот это повезло. Распорядитель подарков. Я чувствую, там будет очень классно. Это пригодный, это пригодный. Это как кляр такой сладкий. Смотри, ты пока. Изи вообще, просто изи. Это так легко. Аудиосообщение. Девушки. Текст придумывают соперники. Это вообще, это слишком просто. Стоп. Это не честно, ну это не честно, что ли? Так она сидит тут. Эй, не понял. Будет повод. Короче, так как девушка Егора сидит прямо здесь, то на правах режиссера я меняю задания и аудиосообщение нужно записать маме. Жерстко, жерстко. Смешно сказать, как мама меня приняли, буду через 15 дней. Блин, давай без такого, давай без такого. Ну, чтобы не волновалась, хотя я про это и говорю. Скажи, что твоя девушка забеременела. Мама, я хочу предупредить, что, скорее всего, ты скоро станешь бабушкой. Мам, привет, слушай, тут такое дело, короче, я завтра только буду дома, вот, и на всякий случай так записываю голосовое, чтоб ты понимала. Короче, вы хотели внуков, но вы, походу, их не от Алисы дождетесь, а от меня, походу, ну, 99%, что ты станешь бабушкой, поздравляю. Егор записал даже лучше, чем я думал, чем я планировал, просто, я бы сам поверил. Ребята, как вы знаете, на студии живет кот Борис, живет он с нами уже очень давно, подобрали мы его, когда ему было всего 3 месяца, а сейчас ему уже больше 6 лет. Мы его очень любим, это наш талисман канала, заботимся о нем, и еще заботиться о нем нам помогают наши друзья из PetStory. PetStory – это мобильное приложение для онлайн-консультаций с ветеринарами. Но ребята пошли еще дальше и запустили новый сервис – План Заботы. С ним по подписке ваш питомец будет каждый месяц получать коробочку со всем для него необходимым. Вот такая коробка пришла для Бори, давайте ее откроем, посмотрим, что внутри. Ох, смотрите, здесь у нас большой корм класса Super Premium или Холистик, подобранный диетологом. Есть еще, кстати, вторая пачка. Вы также можете заказать влазный корм. Мы заказали, Боря его очень много, потому что он его очень любит. Ну а если ваш кот болеет или привередлив кинете, специалисты бесплатно подберут для него другой корм. Здесь у нас также есть средства от паразитов, наполнитель для лотка, мерный стаканчик для корма, ну и, конечно же, приятный сюрприз для вашего любимчика. И, конечно же, фокус от меня, который вы так давно ждали. Из этой коробки всего за пару движений можно сделать идеальный домик для Бориса. Ну, классно же, да? Первую коробку можно приобрести со скидкой 50% и оценить ее преимущества. Ну и теперь заботиться о любимце стало гораздо проще без хлопот и беготни по магазинам. А с опцией полная защита вам будут доступны бесплатные онлайн-консультации с ветеринаром в мобильном приложении PetStory. Скачивайте приложение по ссылке в описании и заказывайте ваш первый набор со скидкой. Ну, а сейчас мы продолжаем смотреть ролик. Так, Толя, ну если там будут меняться условия, я тебе поменяю по полной все условия. Так, мне доста… что это такое? Это паштет, мне кажется. Да, это паштет. О, паштет. Блин, ну картошечку с паштетом я не ел, но… Задание выполнил. Да, и сейчас мы посмотрим. В смысле? Ты мне покажи сначала. Нет, с чего бы это. Угу. А кто же это решает, интересно? Так, Толя, Толя должен поменяться одним предметом одежды на один раунд. Ну, по-моему, по сравнению с голосовой маме, о том, что у нее будет внук, это просто, ну, пустяки какие-то. Нет, а давайте не поменяться, а вот с того гардеробчика ему что-нибудь подберем. Нет, подожди, поменяться с одним… поменяться одним предметом одежды. С кем поменяться? Поменяться с вот тем предметом гардероба. Толя, ну будешь… О, тебе теперь… Что ты там говорил про мой чехольчик и зажигалочка, Толя? Да, я чехоль здесь занимаюсь, ты красава. Как говорят, под лицу все к лицу, да? Толя, покажи. Ладно, два очка, два очка. Деньги не пахнут. Твою маму еще не перезвонила, нет? Блин, давай себе удалю, а? Блин, надо жесть полная. Так, я буду бросать с балансборда в этот раз. Ты бросай как угодно, главное не проиграй. Егор усложнил себе задачу, он стоит на балансборде. Это ему ничего не даст, но он верит. О, ну так близко, так близко. После трех раундов очки два, один, один. И один ребенок. Не попал. Давай, давай. А Энди без задания. Привет! Блин, почему без задания? Я знаю, что... О, по запаху, я это очень люблю. Я это очень люблю. А, я знаю, что это. Что такое? Это морская капуста. А, куда? Да-да-да. С картошкой прямо огонь. Да, я тоже. Блин, с картошкой все круто. Это прямо не задание, это просто удовольствие. Да-да-да. Ты просто кайфуешь. То есть у него два очка, у меня два очка после вот этого свитера, и у тебя после ребенка. А у меня просто ребенок. Ребята, мне нужно тысяча баксов для того, чтобы поднимать ребенка. Ну-ну. Давайте как-то. Ребята, на очко ребенок. And finally, fuck. Два, два, один, ребенок. И так, я намерен выиграть сто тысячу. Ееееееее. Просто пушка. Вы заметили, что здесь нет кетчупа, потому что кетчуп вот здесь вот. И так. Стаканчик с номером девять. Мне попалась… Шоколад, а? Мне попалась сладкая жизнь. Ммм. Оу, май. Хорошо, хорошо. Картошка с шоколадом – это что-то… это белорусский лакшери. Угу. О, смотри. У тебя на пальце что-то осталось. Яп-ъем-ъем. Мылом? Да а ну. У-ху. Да нет. У-ху-ху-ху-ху. Да вы будете, я бы все эти задания выполнил вместо своего, реально одного. Чистить зубы. Мылом 30 секунд. Ну нужно нормально там вот это вот все. Ребята, все ради вас. А вы подпишитесь на канал и поставьте лайк этому формату более двиговому. Мы надеемся на вас, напишите в комментариях. Мы вас любим. Двиговому. Ну а я чистить зубы. Новый двиговый формат. Ребята, только для вас. Смотри. Достаточно? Нет. Давай я вообще тебе помогу. Нет, все нормально? Да я за... Все нормально. Мне кажется, у меня получится улучшение. Гигиена. А, так я же не буду трогать его пальцами. Ух. Что ты делаешь? Ух. Это против правил. Ты знаешь правила натирать не все щеткой? Толя, правила для того, чтобы их нарушать. Все. Все. Вот теперь более чем. Кто затекает 30 секунд? Давай, на 100. Три. Внимание. Погнали. Только ну нормально, так от души вычищаю. Знаешь, как врачи говорят, нужно вот так вверх движение. Движение снизу вверх, вычищающее. Язык не заблуд. Язык обязательно. Еще в конце так я пузырьканный. Пять, четыре, три, два, один. Класс, Толя. Ну что, чувствуешь сверху и чистоту изнутри? Красотик. Вот это было дело Дня без России. Это новый соус. Теперь это становится сюда. Очко. Вау. Бэ. Как говорится, три очка не пахнут, но вот весь рот пахнет мылом. А помните сколько у нас? Три, два, один. Реально? Так, пора догонять. Давай-ка. Мягче. Да, с первой попытки, блин, вообще не напрягся. Да, третий. Наконец-то. Я не знаю. Это желток. Я вижу, я не чувствую запаха, но по консистенции чувствую, что это желток. Мне кажется, это просто яйцо разбитое. Желток и картошка. Блин, вообще неплохо на самом деле. Давай-давай-давай, кушай-кушай-кушай. Приятного аппетита. Спасибо. Блин, ну это так просто. Вот это так просто. Тебе так вообще просто. И почистить зубы мылом 30 секунд просто. А, да-да, я бы на это променял второе. Задание Егору попалось, я думал, что там будет жестче на самом деле, выщипать волоски на переносице. Но так как у тебя. Это где? На переносе, это здесь? Да, это здесь. У тебя там и так ничего нет. По этому. Давай ты проверим. Да нет у него там ничего, я вижу. Он вчера щипал. Видимо. Нет, нет, нет. Давай брови посчитать. Просто брови, да. Ну, пару волосков на бровях. Давай. Блин, Маша, ты… У тебя садисты на клоунице какие-то разные. А, ему щипать будет или он сам? Я буду щипать. А, давай. Блин, смотрите, снимай лучше с каким удовольствием она это делает. Бураж за руку. А давайте из носа. Нет, нет, пожалуйста. Я ненавижу это делать, это ужасно. Это так больно. Несколько из брови, один из носа, один из носа. Почему мы торгуемся? Изначально было, было, сука, всюду. Больно? Нет. Как ощущения? Класс. Девушки это делают каждый день, понимаешь? Ну ладно, не каждый день. Класс. Ну что, Егор, настоящий мужчина? Ну что ж. Все. Почему он настоящий мужчина? Есть такой красавчик, красавчик. Вот, смотри, стал нормальным. Вообще. Нормальным человеком стал. Красавчик. Еще три. Два. Два. Единерина. Понятно. О, май, что это? Грязная вода, судя по всему. Вода из раковины, из лужи. Вода из лужи. Что это? О, я знаю еще. Это что такое? Блин, что-то знакомое, но не могу понять, что это такое. Ты поймешь, что это. Это наша родная лужа. Ну что, макнем? Это что, швоп, что ли? Нет. Вода с мылом? Подожди. Ну скажи, что это? Лимонный сок. Влад, я так и говорил, лимонный сок. 14-й номер был? Да. 14-й номер, и Энди снова везет, и снова нет задания. Он вообще сделал какие-нибудь задания сегодня? Он был там, вот он был внутри. Пока у нас счет 3-3-2, и слушай, как мне кажется вообще, вот этот контент намного более живой, чем просто сидение за столом, он более фановый. Видишь, ты можешь стоять на балансборде, что можно да, танцовать. В общем, ребята, не забываем ставить лайки. Итак, попадаю для вас с первого раза. Не глядя. Седьмой, седьмой номерочек. Я чувствую, там будет… Да, я знаю, что это такое. Что это? О, шпроты, шпроты. Это однозначно шпроты. Но это неплохо, на самом деле. Блин, ну, в целом все пока что очень даже нормальное. Прикол, да? Номер седьмой. Класс. Что? Короче, ты отрезаешь Толю пять волос. Нет! Один такой. Может быть Лера поможет, чтобы Энди вслепую это не делала? Ей просто удовольствие будет! А, дурец! Ты вообще краска вообще! Такая, наконец-то, да, я все давно мечтала. Понюшися. Мне кажется, вот этот просится прям… Видишь, он такой… Прямо в середине, да? Видно будет как раз эти вот эти, наоборот, по краям. Вот этот нагляднее всего для зрителя тоже будет. Блин, почему я такое участие в этом принимаю картину? Я уже выбрала… Ребята, за это точно надо поставить лайк. Обязательно. И написать комментарии… Не видно будет! Это я год! Почти! Больше год! Понимаешь, что в июле в прошлом году ухожу! В следующий раз будут девушки! В следующий раз девушки будут такие же! Да, да, определенно, определенно. Да, если понравился формат с нами, пишите в комментариях и девочки будут делать такие же испытания и наказания. Раз. Оооо! Наконец-то! Так, номер… Один! Ой, это выглядит очень мерзко, на самом деле. Это сало, скорее всего, если я… Ну попробуй, давай. Слушай, ну на самом деле, по факту, пока что хуже табаско ничего не было. Табаско было прям неприятно. Ух, я прям так… Блин, картошка идеальный продукт. Она делает все абсолютно нормально. Абсорбент. Придумать подкат к девушке за 300 секунд и отыграть его. Но как раз девушка сидит. А это обязательно должен быть удачный подкат? Да. Да? А как мы узнаем это? Если команда тебе придет. Так, пишите в комментариях, удачный ли это был подкат. Так, ну так как я оператор... Скажи, могу тебя неплохо снять? Да, я... Так, ну смотри, значит. Могу тебе снять клип. И не только клип. Три, четыре, три. Итак, ребята, у нас следующий раунд. Энди вырвался вперед, но... Я не сдаюсь, Егор там уже не знаю, но давайте. Спасибо за вашу вторую. О, это... Еще и без задания. Но это не честно. Да, это не честно. Нечестно. Я предлагаю переголосовать. Да, Толя, предлагаю нам с тобой объединиться и... О мороженое! О мороженое! О мороженое! Чертоли! Ребята, кому вообще? Это что, супер-плиз за отрезанные волосы, мороженое и без задания? Картошка к мороженому — это вкусно, я знаю это и так. Прикольно. Прикольно. Все, все, стоп, Толя, смотри, как это делается. Десятый, десятый. Я тебе показываю траекторию. Толя, номера тоже как получится. Красава! Номер два, и у нас есть такое задание для тебя. Это задание интересное. О, суперзнакомое. Благодарю. Пахнет каким-то джемиком, по-моему, что-то такое. Да, это джем. Терияки? Блин, спасибо, вы подготовили, ну, такие классные соусы, ну, да. Это детское питание яблоко-чернослив. Ооо, детское питание! Чернослив? У тебя ребенок, что ты его не вставляешь? Что-то в телефоне опять там. Уй, б***ь. Это вот очень мобильный ответ. Я просто знаю по своему телефону, что я последний. Помните, я посмотрю сначала сам. Все, все там нормально, все там нормально. Итак, три последние фотографии в телефоне у Егора. Пароль запомнил? Так, это ребята наши с Бона. Мы там гладим Бориса. Кто? Потом… Это из Гомель недавно. И это очень интригующий кран, он тебе дает иллюзию выбора. Ты крутишь красный, он не работает. Крутишь синий, он тоже не работает. Короче, если вдруг… Я только потом это выясню. И третье, это мы в кафе «Штиф Гомель». Это у нас ребята. Ребята, если вдруг вы ищите скучный контент, вот вообще вот типа… Позалипать за свой… Позывайте телефон к Толе, а если ищите что-то веселое, то пожалуйста, вот этот телефончик, это для вас. Да, да, да. А у него четыре очка? Да, у меня четыре очка. А у него четыре очка? Да. А у меня три? Итак, сейчас я закину. Чесносно. Да. У Энди одиннадцатый номер, и это значит, что он снова без задания получает балл и съест картошку с чесночным соусом. Ну что может быть вкуснее, ну ладно, картошка с мороженым? Это как Макдональдс, картошка и чесночный соус. Это тоже Энди. Да, нету? Ладно, ну как… Вкусно. Класс. 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 Кстати, у нас у Энди 6 баллов, и осталось два стаканчика. У меня, к сожалению, к сожалению, шансов победить нет. Я попробую приблизиться, потому что главное не победа. Главная победа, кого я обманываю. Но у Егора четыре очка, и он может сравняться с Энди. И там они выйдут в суперфинал. Итак, ну я кидаю тоже, чтобы тебе дать обломать. Не глядя. Кидаю последний. Если не попадаю, то… Давай. Так, ребята, у Энди 6 баллов, у Егора 4. Есть шанс приблизиться максимально и вообще сравняться. У меня, к сожалению, уже нет, но я буду бороться до конца. Номер. Четыре. Какая-то жижа невнятная, абсолютно. Это черви, черви. Это васаби, походу. Не, ну ты вообще нормально. Нормально. Это хрен просто зеленый. Хрен. Это просто обычный зеленый хрен. Махай нормально. Нет, сырое будет нормально. Балл надо заработать. Оно не острое. Острое чуть-чуть? Да. О, давай. Егор справился. Это было очень тяжело, он еле вышел. Подпишитесь, поставьте лайк обязательно, поддержку Егора. Но тебя ждет еще номер четыре. Очень страшно. Наверное, надеюсь. Изменить описание профиля в инстаграме на сутки. Идешь. Текст придумают соперники. Ты понимаешь, да, что наши подписчики проверят? Да, кстати, подписалась недавно вот Юля Будник. Отлично. Да, давайте посмотрим, какое описание профиля у меня сейчас. Чтобы понимать, с чем мы имеем дело. Егор. Егор. Да, кратко и лаконично вот, пожалуйста. В общем, как насчет идеи я буду твоим милым крашем? Ай, Толя, ну кого ты из меня делаешь, пожалуйста. Как я буду твоим милым крашем? Ну не моим, а… Ну давай. Господи. На неделю? На неделю? На сутки. Крашем. Что это? Краш — это… Это новое слово молодежи. Краш — это я. Смотри, еще вот так вот. Да, это еще вот так мы добьем. Да. Угу. Все. Покажи. Я буду твоим милым крашем. Ребята, это… Подожди, это… Вы можете зайти в Инстаграм к Егору, посмотреть. Там будет эта надпись. Если нет, просто не знаю, мочите его в комментариях. Так, ну у нас финальный тур. Либо победа Энзи, либо ничья, либо я не выиграл. Давай. Черт. Так, сейчас Энди, да? Ребята, все. Я сегодня не выиграю. К сожалению, я старался, был в лидерах, но не получилось. Мне очень интересно десятое задание. Что ж я… Блин. Итак, на кону напоминают тысяча долларов. Егору можешь сравняться, и тогда они уже решат с Энди, кто получит главный приз. Ну, а если не попадет, то выиграет Энди. Да, это все! О-о-о-о-о-о! О-о-о-о-о-о-о! Десятка. Ну вот это уже… Прямо в десятку. А я пока посмотрю все же, что там… А. Да, Толя, это удел проигравших, это мана, наверное, по-моему. Итак, снимаем, смотрим. Штрафной раунд. Задание придумывают соперники. Ну что это такое? Ну, просто… У меня есть одна идея, есть одна идея. Тебе она не очень понравится, но, мне кажется, зрителям, а особенно твоей маме, она понравится очень сильно. Хватит нам маму трогать. Нет, маму, это цветовая, конечно, смотри. Ты просто… Сколько сейчас времени? Ладно, не важно, не важно. Она уже спит. Не, я думаю, нет. Я думаю, да. Ну, проверим. Не, серьезно, она в 10 часов может спать. Задание. Просто набрать маме и сказать, что «мам, посмотри, пожалуйста, Телеграм». Ребята скажут «Егор молодец». Обязательно в комментариях. Алло, мам, слушай, зайди в Телеграм, пожалуйста, сейчас, если тебе удобно. Да ничего, просто зайди там, все поймешь, короче. Все, давай. Ребята, все. Егор сделал балл, 6 баллов, как у Энти. Итак, ребята, у вас у каждого по 6 баллов и я на правах проигравшего предлагаю определить абсолютного победителя путем камень, ножницы, бумага. Так, я вам сейчас покажу, не потерялся ли приз. Нет? Не потерялся ли. Так, вот приз. И начинаем. Я считаю. И раз, два, три. И сразу же побеждает Егор, будущий молодой папа. Да. Ну вот твой приз. Ну, хоть так, хотя бы так, хотя бы… Пострадал Егор, скажем так, по желаниям больше всех? Еще не пострадал. Звонит мама. Давай на громкую связь. Да, алло. Егор, это не шутка? Нет, просто… короче, нет, не шутка. Ты уверен, что вы? Да, да. Ну, поздравляю вас. Спасибо. Слушай, давай завтра поговорим об этом. Мне с ним очень удобно говорить просто. Хорошо, хорошо, за что ты говоришь. Давай, пока. Ну, хотя бы так, хотя бы… Хотя бы так. Я не знаю… Фу, почему… Мне в этот момент было очень-очень не ловко, не знаю. Так что звонила моя мама и у меня спрашивала, что ты стоишь уже? Да потому что я в косарь выиграл. Я надеюсь, Егор с мамой разрулит, все будет классно. Было здорово. Ты выиграл, поздравляю. Ну, за все твои страдания. Молодец, красиво. Да, Энди, хорошая игра. Да, да, да. Борьба волонравных. Ребята, если вам понравилось, обязательно напишите лайки, поддержите, не знаю, всех нас. Просто поддержите, пожалуйста. Поддержите нас, да. Обязательно подпишитесь, лайк и комментарии под роликом. Напишите, что вы хотите видеть, например, второй ролик, и тогда мы сделаем новым составом с новыми наказаниями. С вами был канал «Полный аппетит». Всем пока! Вау! 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 Вау!